Ночь искусств – одна из нескольких культурных акций всероссийского охвата, которая проводится в необычное время, что видно уже из названия. В этом году она пришлась на День народного единства и День казанской иконы Божьей Матери – тройной праздник. Щелковский историко-художественный музей традиционно участвует и собирает гостей. В такие мероприятия весь коллектив музея работает в залах. Это и научные сотрудники, и методисты, и главный хранитель у нас в зале был. И в любой момент можно было задать вопрос, пообщаться. Люди в этот день очень смелые, приходят с различными не только даже вопросами, но и просьбами. Видимо, чувствуют, что у нас очень хорошее настроение. В программе коллектив музея всегда старается объединить разные виды искусства, задействовать новые форматы, заинтересовать давних друзей и привлечь новых. В этот раз все началось с открытия выставки члена Союза художников России Ольги Калашников. Она называет себя максималистом-романтиком, который в первой жизни математик, во второй – живописец, в третий – художник-график. На выставке представлена вторая жизнь. Яркий представитель школы русского реализма художница знакомит со своим видением русской провинции, так и называется выставка. Пейзажи, натюрморты, портреты словно приглашают зрителя погрузиться в тихую радость русской глубинки и разделить любование автора этим миром. Во многих пейзажных работах применен кинематографический прием, они сверхширокоформатные, что позволяет отразить глубину и красоту русской земли. Ольга Калашникова провела по выставке авторскую экскурсию и ответила на вопросы. Недавно в Большом зале первого этажа музея открылась археологическая экспозиция. Для тех, кто с ней еще не знаком, главный хранитель музея Ирина Богданова рассказала о делах давно минувших дней. Древние люди селились в основном по берегам рек, поэтому археологические исследования проводились преимущественно в бассейне Клязьмы и в окрестностях реки Ширинка. В витринах представлены фрагменты орудий труда, посуда, женские украшения. Археологи на дне реки Клязьмы нашли интересный объект. Мы с вами видим целый кувшин, фрагменты кувшина-булиназина, которые позже были склеены. Кроме того, очень красивые фрагменты черно-лаковой посуды, глазурованной посуды. Эта посуда уже предметы, начиная с 16-го и заканчивая даже концом 19-го века. Закрепить полученную информацию помогла квест-викторина. Сложная, но все ответы можно было найти на стендах. Первым пяти ответившим и отгадавшим ключевое слово – приз. Тут и выяснилось, что на ночь искусств в музей пришло немало гостей из Москвы и других городов. Мама – она преподаватель в школе искусств. Она нам сообщила о том, что сегодня такая интересная акция получается, что и экскурсия по археологии, и концерт еще сегодня вечером будет. И у меня завтра день рождения, и две моих сестры приехали из Москвы. Очень интересно было узнать и историю, и, безусловно, принять участие в таком формате викторинно-творческом. И поискать ответы на вопросы, потому что одно дело слушать экскурсию, а другое дело уже принимать участие в таком интерактиве. Это всегда полезно, запоминается. Первый раз в такой викторине участвовали. Очень так неожиданно. Мы на самом деле вообще просто гуляли. И нас очень заинтересовала витрина. Все эти вещи, история. Различные флейты, рожки, шотландская волынка, гусли. Я могу точно назвать далеко не все эти инструменты, но их досконально знает музыкант Артемий Воробьев. Больше того, сейчас он будет на них играть. Музей опять предлагает своим гостям что-то вкусное. Иммерсивный концерт, заявленный в программе «Ночи искусств», собрал полный зал, хотя вход был по билетам. Это действительно было полное погружение зрителей в мир этномузыки усилиями музыканта-мультиинструменталиста Артемия Воробьева. Это действительно узкая ниша, плюс Артемий нечасто выступает в подобном формате. Поэтому присутствующим невероятно повезло не только услышать редкие инструменты, но и узнать их историю. Этот инструмент принято еще называть «желейкой», и это тоже будет правильно, но скорее в рязанском регионе. И это называют «рожоком». Уж никто не знает, сколько лет он бытует на Тверской земле, но, наверное, лет 500-700-то точно. В руках Артемия оживали инструменты разных народов и культур. Ближневосточный Ней, индийская бамбуковая флейта Бансури, китайская волынка Хулуси, знаменитый армянский дудук. Среди всех этих народностей только армяне смогли пропихнуть этот инструмент в недры мирового шоу-бизнеса и синематографа. И, кстати, не зря. Один из них – это ныне покойный Джаван Гаспарян. В коллекции Артемия Воробьева более 40 этнических музыкальных инструментов. Не только духовые, свистковые, но и древние, щепковые. Гусли пятиструнные, десятиструнные. Или вот реплика, которую он смастерил из деки пианино Фрязинской музыкальной школы, где учился. Здесь надо сделать отступление и рассказать, что Артемий Воробьев не просто самобытный музыкант и местный житель. Он основатель и руководитель коллектива Оркестра Волынщиков Москвы, известного на всю страну и кое-где за ее пределами. Я покажу вам этот инструмент, который не оставит вас равнодушными, я надеюсь. И самое главное, он работает как 25-й кадр. Те, кто никогда не слышали его живьем, но услышат сегодня впервые. После этого, каждый раз, когда вы будете его слышать, у вас будет случаться нервный деки пианино. В 2000 году, когда Артемий был гитаристом в группе «Пелагея», в руки попала коллекция духовых фольклорных инструментов. Так и началось это увлечение и собирательство по всему миру. Всегда это происходит таким образом. Есть очень-очень много всего, но я беру только то, что коснулось моей души. Потому что прям я вот увидел, вау, я это хочу, я загорелся. Тогда это будет у меня работать и будет звучать. Концерт прошел на ура, музыканта дважды вызывали на бис. А музей планирует проводить подобные мероприятия не только в Ночь искусств. До конца года запланировано еще как минимум три концерта. Будем следить за афишей. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Челковское телевидение.